Полезный город По нашему жилому фонду Большинство домов у нас открыли специальные счета На формирование фонда капитального ремонта Те дома, которые еще этого не сделали По каким-либо причинам Либо это было нецелесообразно С точки зрения площади дома И накоплений денежных средств На этом счете Я правильно понимаю, чем меньше дом, тем сложнее Сложнее, потому что площадь дома Она напрямую зависит от Сбора денежных средств на капитальный ремонт И от накопления его в периоде Для того, чтобы проводить какие-либо работы Дома, которые не перешли на спецсчет Они ремонтируются В порядке, утвержденном фондом капитального ремонта В порядке, утвержденной программы Эти сроки уже не изменить? До 2023 года Принимал фонд капремонта Такие решения о переносе сроков Проведения капитального ремонта С 2023 года заявили, что Эти работы должны были проводиться И проводились за счет экономии Какое-либо, то есть вот запланирован какой-то фонд На год потратить на капремонт Остались деньги в результате экономии Вот за счет этих денег Ремонтируют те дома, которые приняли решение О переносе сроков С 2023 года фонд капремонта Заявил, что не принимают Больше такие решения собственников То есть все будет выполняться В рамках действующей программы Причем мы уже в этом году Столкнулись с тем, что Ну вот это я считаю самая основная Большая проблема взаимодействия С фондом капремонта, когда фонд Производит работы, которые в принципе Дому на настоящий момент не требуются Например, на квартирный дом у нас Который ремонтируется в этом году Пока капремонт уже сделана Кровля У них не было необходимости В капремонте крыши Они хотели и решения принимали И я как руководитель общалась Тоже и с фондом капремонта И с администрацией Заменить данный вид работы Так как крыша у них делась в 2005 году То есть у нее еще не выработан За прошедшие годы еще не изменилась То есть она была в хорошем состоянии То есть не требовала капитального ремонта Но никакие вот ни решения Ни наши переговоры Никак не повлияли Сказали, крыша значит крыша Не говоря уже о том, что Сейчас нет возможности Переноса сроков проведения капитального ремонта То есть все в соответствии С установленной программой И что мы обнаружили в этом году Что ранее у нас программа капремонта Была утверждена до 2043 года Сейчас она уже у нас продлена до 2050 года Ну в случае со спецсчетом Это все проще делается, да? Когда люди сами копят на приведение В порядок своего дома Из каких денег вообще берется этот спецсчет? Вот такой вопрос простой Спецсчет это те же самые деньги Которые вы платите в фонд капремонта Но здесь вы платите эту же самую сумму Но на свой счет, который открыт Конкретно для вашего дома При открытии специального счета Сроки проведения работ Определяют сами собственники То есть то, что нужно делать в данный период Те работы и производятся Это зависит от суммы накопленной, да? От суммы, да Люди и управляющие компании понимают Что, ага, денег хватит у нас в пушке Давайте будем делать Да, соответственно Либо как вот некоторые у нас Ну не все, два дома у нас только Которые пошли по пути увеличения взноса Фонда капитального ремонта На специальный счет С целью быстрее накопить? С целью быстрее произвести работу То есть требовалось срочно проводить Капитальный ремонт кровли Собственники полтора года собирали Ну на тот момент это был 2015-2016 год Минимальный взнос был там 7 рублей А собственники собирали по 17 рублей Из квадратного метра В течение полутора лет Собрали, сделали капитальный ремонт кровли Значит, соответственно Глядя на их опыт Вот соседний дом точно такая же Пятиэтажка принял такое же решение То есть они сейчас до настоящего времени Собирают по 15 рублей с квадратного метра При том, что у нас взнос Вот даже сейчас с 1 января 9 рублей с квадратного метра Это единственный, да, источник пополнения Вот этого спецсчета? Да Закон предусмотренный Больше там никаким образом Ниоткуда деньги, кроме как от собственников На специальный счет не поступают В чем вообще заключается процедура? Так, приняли решение проводить капремонт Я имею в виду дома со спецсчетом Это общее собрание в любом случае, да? Обязательно, да Вы его организуете, как управляющая компания? Во-первых, мы первоначально до проведения собрания Определяемся с собственниками о виде работ О виде работ, все это составляем сметы Все это согласовываем, выходим на собрание Общее собрание собственников должны принять решение О проведении данного вида капитального ремонта Кворум должен составлять две трети от общего числа Собственников на квартирного дома Далее, так же, как в фонде капремонта проводятся работы Подаются документы, фонд капремонта, если они являются владельцем спецсчета Соответственно, аванс, работы проводятся Потом создается комиссия, работы принимаются Поиск подрядчика, это уже задача фонда капремонта? Нет, нет То есть, когда открыт специальный счет Собственники сами выбирают подрядчика Сами То есть, там нет никаких конкурсных процедур Там нет никаких тендеров То есть, выбирают сами подрядчика И этого подрядчика уже голосуют на общем собрании собственников И, соответственно, данный подрядчик и проводит работу Подрядчик должен представить какое-то портфолио Подтвердить опыт, свою компетенцию? Ну, это все делается на анализе тех уже работ, которые данный подрядчик проводил. Соответственно, сколько он уже работает на рынке данных услуг. Знакомые какие-то делали капремонт, подрядчика привлекали, все хорошо прошло, соответственно, подрядчика дом может привлечь. Но мы, как управляющая компания, в основном на наших домах являемся подрядчиком по проведению работ по капитальному ремонту. То есть мы делаем все виды работ, кроме электроснабжения. Это вот мы на собственникам всегда говорим, что достаточно специфическая работа, требующая соответственных допусков, квалификации. То есть здесь однозначно мы рекомендуем специализированную организацию привлекать для данного вида работы. Как контроль капремонта проводится? Это актив дома этим занимается совместно с управляющей компанией или как? Да. Имеет ли право каждый собственник убедиться, что все идет по плану, все в порядке? Для этого сразу же, когда принимается решение о проведении капитального ремонта, выбирается комиссия из числа собственников, которая будет принимать работы по капитальному ремонту. Ну, как правило, наверное, самые активные, да? Ну, я думаю, что самые компетентные. То есть у кого есть образование соответствующее, кто работает в соответствующих сферах, люди, которые могут понять... В чем суть заключается работы, да, к чему это все ведет? Да, в чем суть. Если собственники желают, они могут, соответственно, принять решение о привлечении технического надзора со стороны. То есть данная... Это за плату за отдельную делу? Это за отдельную плату уже, да. И, соответственно, данная организация, она проводит приемку совместно с собственниками, и после этого подписывается акт выполненных работ. Приемка поэтапно проходит или уже в конце, когда целиком капремонт завершен, тогда уже? Когда завершено, все работы закончены. Бывают ли претензии, с чем вы сталкиваетесь, с какими нюансами? Ну, вот, вроде хорошо сделано, а собственникам что-то не понравилось, как-то нужно доказать, нет, хорошо сделали. Конечно. Есть такое, и в основном это после проведения капремонта в крыше. То есть привели капремонт, все хорошо, но образуются сосульки, например, в каком-то месте. Начинают где-то что-то протекать. То есть, соответственно, гарантия после проведения капремонта 5 лет подрядчик за свой счет в этот период устраняет данные недостатки. По другим системам, по воде, по отоплению, по капремонту фасада не было претензий. Вот в основном это у нас крыши. А жители в процессе капремонта, они прямо вот могут здесь находиться, наблюдать за тем, как работы проходят, там, спросить, ну-ка, что вы делаете там, уважаемые рабочие? Это практически так всегда и происходит. Душой постоять, наверное, могут. Это обязательно. Это, конечно. То есть это их дом. Все хотят, чтобы все было выполнено качественно, так как заявлялось, так скажем, в проекте. Поэтому, конечно, это все контролируется. Как с материалами дела обстоят сейчас для капремонта? Цены скачут? Как решаете этот вопрос? Самая большая проблема у нас была в прошлом году. Вот даже не в прошлом, а с 2021 года. Они начались где-то с весны. Вот сейчас достаточно стабильно все на рынке материалов. Проблем с материалами сейчас нет. С оборудованием есть. Именно с приобретением того оборудования, которое мы ранее приобретали для этих же проведения капремонтов системы отопления, это автоматика, насосы. То есть это все было импортное. Ну, я понимаю, да, тут вопрос импортозамещения тоже острый стоянок. Да, сейчас мы больше переходим на аналоги, которые есть на рынке. В общем, в завершении нашей беседы стоит еще раз напомнить и посоветовать жителям о том, чтобы задумывались на самом полном серьезе о капитальном ремонте и заранее планировали и обсуждали. Обязательно. В том числе с управляющей компанией. Значит, что хочется сказать, что вложение денег, сил в капитальный ремонт, в том числе увеличивает стоимость вашего собственного жилья в данном многоквартирном доме. Не надо ждать, что кто-то придет, со стороны что-то сделает. Нужно самим продвигать все это, участвовать и, соответственно, принимать решения о проведении капитальных ремонтов. Напоминаю, что мы беседуем с Анной Клепиковой, руководителем управляющей компании «Паритет». Еще раз напомним адрес. Адрес управляющей компании «Паритет» улица Свободы, дом 133А, телефон 412202. Спасибо. Всего доброго. До свидания.